салем до стар булка штанов миненка штанов reaction арнама кошки один издар сегодня у нас будет реакция на видео под названием один год в казахстане плюс и минусу жизни в алматы люди работа цены без лишних слов приступаем прежде чем мы приступим к прохме за то что подписывайтесь на канал до старт также подписывайтесь на мой boost и ссылка в описании прямо сейчас там смотрим 12 86 но ю тубе к сожалению это все блокируется по авторским правам также посмотрели мошенники ну и конечно же мировые сериалы дом драконов игра престолов во все тяжкие она ума на у короче вот этот полный комплект мировых сериалов и фильмов все это есть на boost и всех жду в подписчиках ну а мы приступаем детка так привет меня зовут вика и в этом видео я расскажу о своих впечатлениях после года в казахстане а также о плюсах и минусах жизни в городе алматы чуть больше года назад мы с мужем и сыном переехали в алматы сюда переехала очень много наших земляков мы на самом деле не знали об алматы вообще ничего и когда мы сюда приехали точнее я я увидела горы и до сих пор спустя год когда я поднимаю глаза наверх и вижу горы мне кажется что и кто-то вырезал на фотошопе и поставил настолько они прекрасны боже для меня лично это огромный плюс города потому что всегда видишь горы а город для меня в последнее время этого такой символ опоры символ стабильности которые очень не хватало горы это фундаментально подробнее о драматическом переезде о том с какими сложностями я сталкивалась я писал в своем инстаграме у меня была серия риус если интересно то переходите там было действительно сериально и так алматы город алматы это город миллионник тут больше двух миллионов людей проживают и поэтому следующий плюс это очень высокий уровень сервиса все что душе угодно ты можешь заказать и оплатить через прекрасный каспи которому я просто готова оды петь настолько четко и быстро мгновенно главное кредиты там не брать до считывания оплаты киуару что аналогов по моему я не встречала отличная система также довольно легко оформлять документы и и им потому что все цифровизировано здесь очень да она слышен об этом туристическая инфраструктура просто на очень крепком высоком уровне во первых добираться до туристической локации очень легко дороги шикарные очень гладкие комфортные вспоминаю как у нас достойно стиральная доска в лучшем случае поэтому до дороги это несомненный плюс казахстана и не удивительно что казахстан стал туристической меккой для туристов со всего мира рядом с нами в ресторанчике на чарыне сидели японская пожилая пара туристы из китая мы слышали итальянскую речь французскую и там конечно миллион туристов с ближнего дальнего зарубежья и это так здорово ты чувствуешь себя гражданином мира когда ты находишься красиво с к локации в казахстане при этом цены гораздо ниже чем где-нибудь в европе буквально две недели назад мы с мужем сходили на старую японскую дорогу мы уже не знаю который какой раз уже но я лично на старую японскую дорогу в казахстане в этом заилийском алатау визит-центр айусай я лично третье а муж там за все лето пока мы были в якутии он несколько раз туда сходил пешком ходил друга взял на водопады это прям наше любимое место во первых довольно близко от города во вторых там очень современно природа чудесная там настоящие горы так живописно лошадки вкусные неожиданно неожиданно я думал она любовалась лошадками которые пасутся на лугах да там какой-то там дикий табун лошадей все так лошадки вкусные вот это хорошо было вот а здесь да кстати плавно перетекаем к вопросу о кухне казахская кухня очень много пересечений с якутской кухней поэтому ребята костный мозг на распиленных костных костях сахарных костях которые вдоль распилены это нужно пробовать это очень вкусно на багет намазываешь да вот так разнообразное мясо беж это все безумно вкусно вот века сглотнул слюну мне нравится что в этом городе городе алматы очень развит транспорт если вы не знали то тут есть метро она ничем не уступает московскому метро ну кроме помпезности она очень чистой масштабов для комфортная современная единственный нюанс который я заметила поезда ходят реже чем в москве по моему каждые 8 минут если я не ошибаюсь просто в москве знаю что каждые две-три минуты ходят ну понятно сделал да у москва сколько там 20 миллионов жителей в алматы всего 2 миллиона пока что то это сколько в 10 раз разница понятное дело в москве поезд поезда метро ходят каждую минуту то есть там реально висит таймер и через 59 секунд ну в основном и некоторых станциях поезд гораздо дольше идет потому что расстояние большие 59 секунд то есть одна минута и приезжает новый поезд метро и поэтому один раз и я попала в час пик что там просто это не было куча студентов набился в вагон и я крепко держал за сумку это у меня привычка с московского метро еще когда я контролирую я осознанный пассажир и контролирую все все свои багажные отделения вот еще я пользовалась общественным транспортом троллейбусы автобусы маршрутки мне больше всего понравились большие комфортные современные автобусы их большинство старых я честно говоря даже и не припомню система оплаты такая же которая называется на совесть то есть ты оплачиваешь qr-ом кстати очень удобная карточка он ай которая я так понимаю проверяющий приходит нет нет в любом транспорте наземном будет вспоминаю историю когда мы оплатили такие стоим рядом с нами стоит парень пассажир стоит и стоит мы не думали но он давно наверное зашел и не видели как он оплатил и тут заходит контролер он начинает убегать но в итоге контролер к нему подошел и попросил показать оплаченный билет мы показали приложение а парень начал начал отмазываться у него не получилось его оштрафовали на довольно большую сумму по сравнению с оплатой билета так что ребята кто хочет зайчиком не надо оплата штрафа как происходит тут же как-то не списывается или потом ему как эта бумажка приходит или это автоматически допустим там зарплатной карты списывается как это все происходит я к тому что но действительно лучше заплатить один раз проезд чем потенциально в 10 раз больше заплатить на но того не стоит хотела сказать проще ребят надо всегда платить такси сервис такси по ценам гораздо доступнее чем в москве или россии цены в москве или в россии да но есть конечно такая пословица что москва это не россия даже старина скрип про это пел до москва не россия но все-таки москва это россия ну понятно что здесь она имела ввиду москве конечно цены дам капитально отличаются от асан а от всей россии все-таки столица там все деньги соответственно уровень жизни другой и цены другие как в алматы чуть чуть ниже классный сервис такси in driver который родился в якутии и яндекс пользовался пользуюсь обоями много и часто за весь этот год точно было да я каталась на такси с ребенком больницу еще по каким-то делам алматы большой кстати да и мне нравится такси до доступнее доступнее чем россии недавно была новость что алматы стал дороже москвы но что я могу сказать это правда цены по сравнению с прошлым октябрем заметно выросли я имею ввиду продукты я человек экономный слежу за расходами и бюджетом часто хожу в магазины сверяют цены и вижу насколько они выросли очень значительно и к сожалению да сейчас уже алматы такой холл удовольствие для иммигрантов вот если вы рассматриваете алматы имейте это ввиду также будут проблемы со съемом жилья о боже это такая боль когда мы сюда переехали в прошлом сентября конце прошлого сентября прошлого года извините это конечно был от настолько ажиотаж был на квартиры что там ужасные квартиры сдавались за огромные цены мы сами изрядно обанкротились залезли в долги когда снимали квартиру за баснословные деньги на представляю наверное местные жители знатно подняли бабла что называется в то время конечно были печальные моменты связанные с этим плане того что опять же по комментариям сколько таких комментариев было что были случаи когда квартира съемщиков заранее выселяли чтобы сдать эту квартиру дороже да когда вот это вот бум и и ажиотаж был и со студентами то же самое происходило студенты выселяли вот это конечно да такое какое-то темное пятно в целом во всей этой истории во всей этой тоже достаточно не светлой истории д сейчас цены на съемное жилье чуть-чуть упали но не сильно радует что вообще упали держит первенство в съеме и аренде жилья на к сожалению алматы сейчас лидирует но я не удивлена потому что алматы классные очень творческие здесь классные люди здесь много арт-галерей здесь много активности культурная столица казахстана люди люди плавно переходим к людям казахи а теперь я расскажу всю правду о казахах люди просто вот вот один в один саха очень похоже по ментальности по открытости я не знаю вот очень тонкие моменты само ощущение когда мы переехали сюда ниже есть чем сравнить я же в москве жила хотя в москве типа я россиянкой и там я должна быть своей но своей там никогда не было нет а здесь печально что ты вот к своим как к родственникам приехала вообще печально такое слышать конечно открытые очень коммуникабельные и очень добрые вот недавно был случай слышу кто-то зовет откликает кого-то я не поняла что это ко мне обращаются когда встретилась глазами с этим человеком это был пожилой мужчина тогда я поняла что ко мне я подошла к нему он дает мне мой телефон то есть я его забыла а он так настойчиво и долго откликал меня я так была удивлена и благодарила долго я знаю рахмет как сказать спасибо на казахском и меня это тронуло до глубины души это далеко не единственный случай потому что когда мы сюда переезжали явно несла депозит в гостиницу это было в павлодаре и представляете я совершенно забыла об этом депозите и спустя месяц по моему парень который работал на ресепшене написал мне что вот вы забыли о свой депозит то есть люди честные порядочные и этот парень отдавал этот депозит очень долго из своих денег потому что бухгалтерия гостиницы там никак не могла там что-то сообразить там бюрократические какие-то препоны были в общем он отдал и своих денег а потом уже забрал вот это да себе представляете насколько человек хотел помочь а еще меня здесь очень часто принимают за казашку вот когда я говорю что я как бы она и видно все так на конечно схожа очень сложно что люди очень открытые ко мне часто подходят на улицах ну и могут завести разговор познакомиться на казахском с одной женщиной познакомились на улице когда гуляли и стала такая не знаю почему как-то она ко мне подошла мы разговаривали себя было с ребенком и когда она узнала что из якутии тоже было очень интересно так а мне вот интересно вот девушка с с якутии саха якутии да там же скорее всего но не скорее всего точно есть свой коренной язык на скорее всего его знает вот если она попробует с носителем казахского языка поговорить то есть она на якутском человек на казахском хоть как-то поймут друг друга они может быть там есть какие-то все-таки схожие моменты в языке вот этот вопрос не знаю может быть кто-то знает ответ напишите в комментариях как и что так мило побеседовали вот и да и обращаются ко мне тоже на казахском и к моему мужу тоже поэтому люди дружелюбные порядочные и очень открытые давайте перейдем к разделу работа когда мы переехали в казахстан в первые месяцы было тяжело конечно и мы думали как же найти здесь работу как же найти источник дохода и начали искать работу и услышали такое мнение что здесь на работу берут только если тебя рекомендуют могут или могут за тебя поручиться то есть через знакомых по связям знакомых у нас казахстане вообще ноль то есть мы ничего не знали у нас нет ни знакомых ни друзей никого бы не каких-то дальних родственников никого мы ни одной души здесь не знали приехали порекомендовать поручиться за нас никто из алматинцев естественно не мог и пришлось нам самостоятельно ведь я искал работу четыре месяца четыре долгих месяца было офигеть да но он я не пойму это что такое нехватка работ рабочих вакансий или же то что он приезжий из россии или же что или же может быть у него квалификация конечно не позволяет но этого и мы не узнаем по сути да скорее всего из этого видео но связи с чем это связано с четыре месяца искать работу просто наверное смотря какую работу да мне кажется какую-нибудь ну условно низкооплачиваемую можно найти на раз-два но как говорится у всех разные запросы кстати я сделаю ставку сколько он написал резюме сколько он подавался во сколько компаний он стучался сколько у него попыток отказов было но тем не менее итог таков что он сейчас работает в одном из топовых банков казахстана в отделе дизайн все 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 понятно то есть человек искал нужную для себя соответственно своей квалификации в работу нужное место скорее всего высокооплачиваемое и благодаря и посещение четырех месяцев он это нашел кто ищет всегда найдет до четыре месяца нифига себе и трудится над мобильными приложениями цены поднялись до то что айтишники короче ты стал дороже москвы по проживанию а когда я залезла на улы x по моему поиск работы и там в основном зарплаты предлагались в районе 200 тысяч тенге 200 тысяч тенге это в рублях примерно 40 тысяч это мало я как супер экономист смогу конечно прожить на эти деньги в месяц но не хочу хочу мне нужно больше даже выше этого не хотите вот как я задумываюсь о поиске работы но я хочу чтобы я так понимаю 200 тысяч для алматы может быть для других регионов казахстана это как-то более-менее приемлемо но как бы всегда когда больше всегда это лучше да тут это очевидно ставки чтобы у меня было свободное время для ютюба и выводы про работу что кто ищет тут всегда найдет заложите просто больше времени сделайте больше попыток найти хорошую работу в казахстане можно без связи и знакомств можно возможно вот живой пример это трудоустройство моего мужа по поводу того что город очень зеленый для меня это огромный плюс когда мы из якутска переехали в москву я там просто каждую весну умирала от того что цветут деревья боже как это красиво но здесь ребята держите меня семеро тут не только прекрасные аум прекрасные яблони тут улюк и это просто крышесносно мы живем в старом фонде в старом районе и здесь практически на каждом шагу ты выходишь из-под детства у тебя падают черешенки боже мой тут восемь месяцев прекрасное теплое лето у нас в якутске 8 месяцев дубак а здесь просто север понятно благодать очень очень мягче чуть ли не крайне север плюс всего казахстана я думаю но в первую очередь алматы конечно так и у меня тоже в инстаграме кстати есть мое удивление насколько здесь люди спокойно относятся к тому что их окружает такая красота я хожу и просто с маску тут розы всяко разные и из разных цветов боже мой однажды летом я иду так что это такое а там представьте такой вот газон спаханная черная земля и и тут и там лежат абрикосы они просто лежат на земле упали плоды я стою с разинов рот смотрю на это и подбегает мальчик я думаю он сейчас будет собирать абрикосы а он там какую-то игрушку но не только север и я думаю люди любого региона где не растут плодоносные деревья до фрукты и так далее вот они как раз таки будут обращать на это внимание а у кого это все с рождения до ходят вокруг этих деревьев то конечно им все равно вообще человек такое странное существо да в кавычках он как и привыкает и адаптируется к ужасным условиям жизни да но мало ли там перипетии судьбы как куда кого заведут также я есть обратная сторона он привыкает к хорошей жизни к обстановке вокруг когда у тебя из города видно горы когда у себя рядом падают абрикосы с тобой а ты идешь и на это даже не обращаешь внимание и думаешь что блин какой я несчастный потому что там что-то не получилось какая-то фигня ерундовая мелочь на самом деле ты живешь в таком месте другие наверное 99 процентов населения земли ну ладно 90 процентов населения земли тебе просто будут завидовать а ты уже этого не замечаешь потому что ты просто к этому привык вот этот обратная сторона сущности человека когда мы уже не замечаем хороший прекрасный вокруг а стоило бы иногда как-то себя отдергивать и понимать где ты находишься тем не менее это так приятно когда в городе ты видишь настолько настолько и за изобильные плодовые сады это удивляет это круто несомненно плюс алматы какие выводы я влюблена в казахстан когда я вернулась в якутию этим летом все спрашивали ну чё ну чё как-то как-то я там давай про горы рассказывать про кухню про людей про то что абрикосы там вишни падают у нас во дворе обычном а еще горные чистые горные реки я пила из горной речки когда поднимались на водопад интересно в такие вот моменты для меня они очень ценные поэтому наверное мы решили остаться в казахстане то что нам здесь нравится мы несмотря на то что цены растут в алматы жилье не дешевеет нам здесь нравится мы здесь решили остаться теперь давайте я вам расскажу о том что мне не нравится в алматы ложечка дёкся подъехала воздух зимой особенно это не охладные газы раз это смог постоянно потому что нет ветра город окружен горами и плохо продувается люди топят частный сектор отапливает дома каким-то очень едким горючим и поэтому углем да по моему в основном нет выхлопные газы от автомобилей автомобилей тоже очень много город задыхается и действительно тяжело дышать мы жили вот ближе к центру первого месяца я была в шоке нас прям под окном там кочегарили возможно было открыть окно и страшно подумать если ну лет десять прожить на здоровье это точно скажется я так понимаю они живут или жили в нижней части города да а вот верхней части города уже такого нету но там и цены до скорее всего раза в два дороже чем в нижней части считается такой или элитный элитное место проживания насколько я могу понять не хочу об этом думать потому что я выбрала алматы для свою ближайшие годы но я на очень надеюсь и почему-то очень верю что руководство города как-то решит эту проблему потому что я знаю что эти проблемы то есть не я знаю а все урбанисты знают что эту проблему в принципе можно решить но все же просто вот город города находится вот горы то есть город окружен горами а есть как бы как это сказать ну такой природный вот туннель и на одной стороне поставить просто гигантский вентилятор который бы дул и соответственно весь этот смог просто выдувал бы туда куда-нибудь подальше от города просто вентилятор побольше надо поставить а второй минус с которым который меня очень и очень сильно пугал где-то первый первый год до сих пор пугает это землетрясение было несколько землетрясений пока мы здесь жили весьма опасные районы я знаю почему я боюсь я начиталась посмотрела разные источники все эксперты твердят что землетрясение точно будет вопрос не будет ли а когда будет и как каких баллов до и ожидается вообще какое-то прям супер страшное землетрясение так ребят алматинцы кто смотрит это видео эту реакцию серьезно вы что-нибудь про это слышали я знаю что это сейсмоопасный регион толщики бывают периодически на такие еле-еле слабо заметные но чтобы прям это что как в турции что ли такого масштаба после событий турции конечно все об этом заговорили я даже рассматривала астану или другой город талгар например для жизни но потом мы нашел работу и мы решили почему не шинкент на землетрясение вот так тот как как алматинцы будет и будет надо довериться из личных выводов этот год был самым сложным самым трудным за последние десятилетия этот год тоже время был очень интересным очень насыщенным особенно лето мы побывали очень много где в туристических местах правда но тем не менее этот год подарил нам новых друзей этот год подарил нам новые впечатления и самое главное мы себя узнали гораздо лучше потому что именно в трудных таких жизненных кризисах ситуациях и ты узнаешь себя я считаю что это самый ценный подарок опыт опыт ребята давайте комментируйте ставьте лайки делитесь этим видео я буду вам очень благодарна так но все видео заканчивается ссылка на оригинальное видео по традиции в описании прямо под этой реакции так ребят ну что он довольно таки интересное видео было девушка много чего рассказала где-то что-то я комментировал тоже просьба в комментариях дать обратную связь и написать написать что вы думаете обо всем здесь увиденном и услышанном алматы это первый город который я рано или поздно когда-нибудь обязательно открою для себя равно как и в целом казахстан да надеюсь это случится в самое ближайшее время очень на это надеюсь так ребят не забывайте подписываться на бусте и смотреть фильмы и сериалы мирового масштаба давайте я вам сейчас покажу что это вообще такое переходим по ссылке на бусте и попадаем вот на такой сайт где мы прямо сейчас смотрим дом драконов наруто казахстан кстати смотрел игру со сборной словении в прямом эфире здесь реакция но к сожалению итог вы все знаете да остаться в живых мошенники я уже тут посмотрел 1286 рабство ребят 1286 и мошенники только на бусте потому что на ю тубе все это блокируется прилетает на канал страйки это очень серьезно это не из-за моей там прихотели я еще чего там хочу до подписчиков нагнать на бусте нет просто на ю тубе к сожалению все это блокируется поэтому всех жду на бусте на этом все всем пока удачи до встречи